Спустя неделю у Министерства финансов появился таки свой министр. Теперь за бюджетом страны будет следить Алихан Смаилов. Последние три года он работал помощником президента. 46-летний чиновник ранее уже занимал довольно высокие посты в правительстве. Был вице-министром иностранных дел и финансов, а также руководил агентством по статистике. Сегодня его кандидатуру поддержали депутаты межилиса парламента, а позже соответствующий указ подписал президент Нурсултан Азарбаев. Семь дней так долго еще никогда не пустовало ни одно министерское кресло. Обычно назначение происходит быстро. За затянувшейся ситуацией все это время наблюдал мой коллега Нургали Карабаев. Он присоединяется к нам в студию. Добрый вечер, Нургали. На этот раз почему так долго искали человека, который бы подходил на эту должность? Это очень интересный вопрос, который волновал многих. Их были разные мнения, в том числе, что идет борьба политических элит за влияние или за кресло в правительстве. Без руководителя министерства финансов осталось 11 сентября. Это как раз был пик падения курса тенге. Курса тенге с начала 2016 года. Доллар вырос до 380 на бирже. В тот день прежний министр Бахет Султанов ушел в Акимы, Астаны. Кстати, сегодня он пожелал мудрости своему преемнику и рассказал, каким он должен быть. Министр финансов всегда должен быть взвешенный. И в первую очередь он должен в себя впитывать и, с одной стороны, и вредность, и жадность, и в то же время дальновидность. Как работалось все это время без начальника, рассказал вице-министр финансов Берек Шолпанкулов. Но вдаваться в подробности убегающий от прессы чиновник не стал. Впрочем, и политологи заметили, что странное долго отсутствие министра финансов человека, который должен следить за исполнением и целевым расходованием бюджета и за сбором налогов. Особенно в период, когда остро ощущается дефицит денег. Эксперты полагают, что, возможно, политические элиты пытались продавить каждый своего человека. А Бахаджан Сагентаев не входит в число примеров Казахстана, обладающих серьезным влиянием. Такими можно было назвать и Мангалит Асмагометова, и Карима Масимова, говорит политолог Досымсад Паев. Есть формальная должность, а есть фактические влияния. Не все премьер-министры обладали таким влиянием. То есть они могли технически занимать эту должность, но при этом не могли серьезно влиять на внутрилитный расклад, не могли серьезно воздействовать на региональную элиту и так далее. Бахаджана Сагентаева политолог больше относит как раз к техническим примерам. Все уже заметили, что поручения главы правительства не всегда исполняются его же подчиненными. Хотя Сагентаев занимает эту должность уже два года. Опять же, есть очень много вопросов касательно его возможности в какой-то степени управлять вот этой мощной бюрократической махиной. Это не каждому удавалось, к примеру. И вот, в принципе, у Сагентаева это плохо получается. Это видно, опять же, по многочисленным вот этим выступлениям, где он все время что-то требует от членов правительства, да? От Акимов. Конечно, хочется верить, что Бахаджан Сагентаев сможет настроить работу правительства как часы. Все-таки от эффективности их работы зависит качество жизни всех казахстанцев. Действительно, сильная рука в наше нестабильное время нужна как никогда. Ведь любые шаги правительства, правильные или неправильные, будут эхом одаваться по всей республике.